Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Кризи Нейлз. В этом видео мы будем делать мне маникюрчик. В общем-то, он не совсем обычный. Если вы хотите знать, как он делается, смотрите дальше. Первое, с чего мы начинаем, это со снятия старого покрытия. Эти ногти я делала в Питере, когда была на выездных курсах. В общем-то, все отлично подержалось. Спасибо большое замечательному мастеру Людочке. Многие меня постоянно в каждом видео спрашивают, где же я покупаю фрезы для маникюра. В общем-то, мне кажется, этот сайт знают все. И писала я многим много раз в комментариях под видео, но вопросы все же остаются. Все фрезы, которые вы видите у меня в видео, я покупаю на сайте Мыслицкий Нейл. Если вам нужна ссылка, она будет в описании под видео. Но, мне кажется, все и так знают, что это за интернет-магазин. Кстати, по поводу выездных курсов. Ближайший курс будет в городе Саратов 24-26 февраля. Там я буду проводить курс аппаратных без режущих, комби-маникюр и вензеля. И там осталось буквально пару мест на курсы. И поэтому, чтобы записаться на курсы в Саратове, вы должны написать организатору. Все данные по поводу выездных курсов я оставлю на экране, либо в описании под видео. Ссылки на организаторов тоже. Поэтому, если вы хотите попасть на мои курсы, то тогда ищите свой город в расписании. Еще хотела рассказать о том, что недавно у меня случился химический ожог. Это все из-за обезжиривателя. Я дома рисовала, как обычно, дизайны. И ничего не предвещало беды. И просто две руки начала жутко сжечь. Естественно, такие же ощущения, как обычный ожог. Как будто я плойкой обольглась или еще что-то. Но это было на всех подушечках 10 пальцев. И у меня появились, как вы видите, волдыри. Какие-то лопнули, как вы видите. В общем, конечно, зрелище не из приятных. Поэтому я и особо не хочу правую руку светить в кадре. Кстати, этот маникюр, если вы не заметили, выполняю я одной фрезой. То есть я почистила фрезой пламя все. Дальше срезала твизерами. И полировку начинаю делать также фрезой пламя. Делаю полировку я на маленьких оборотах. И здесь мы сначала работаем 10 влево пальчиков. И 10 вправо. Как вы видите, движение сверху вниз. То есть движение туда-сюда. Таким образом кожа полируется и становится блестящей. Ну а дальше я начинаю наносить каучуковую базу от Patrice Nail. Но эту базу я уже миллион раз тестировала на своих руках. Мне она очень нравится. Моментально самовыравнивается. В общем, делает все за вас. Ссылочку на продукцию Patrice Nail я обязательно оставлю в описании под видео. И в этот раз мне захотелось сделать черные ногти. Это черный также от Patrice под номером 712. Опять же про его плюсы я вам говорила. Он не кукожится. Он хорошо просыхает. Даже если вы нанесете толстый слой. В общем-то я на все 5 пальчиков наношу черный цвет. Скажу сразу на правой руке. Я сделала абсолютно другой дизайн. Потому что у меня не было времени. Поэтому я сказала, что наношу на 5 пальцев. Дальше я беру кошку от Patrice Nail. И мы наносим кошку на безымянный большой пальчик. И здесь нам нужно подставлять магнит с каждой стороны. Быстро очень так, чтобы весь у нас блик пошел в центр ногтя. И самое главное не тормозить. Дальше я беру фольгу. Вы можете брать любого цвета. Главное, чтобы она была с каким-то орнаментом, рисунком. И перепечатываем на середину ноготочка. Там, где у нас есть кошка. Дальше беру витражный гейлаб под номером S3. Если не ошибаюсь, синий цвет. И наношу тонким-тонким слоем только на середину ноготочка. Просушиваю в лампе. После беру блесточки, также от Patrice Nail. Наношу поверх нашей фольги. Просушиваю. Еще раз с тончайшим слоем перекрываю витража. Дальше я беру битое стекло. Нарезаю на маленькие кусочки. Покрываю ноготочек тонким слоем базы. И на непросушенную базу выкладываю маленькие кусочки битого стекла. Также просушиваю. И также тончайший слой витража. После этого я беру плоскую кисть, черную гель-краску без липкости. На одну часть нанесла гель-краску, другая сухая. И повторяем дизайн, который я показывала просто, наверное, года два назад. Который называется «Размытый контур». И за счет этой многослойности у нас получается очень глубокий эффект на ноготочках. Я, если честно, даже не знаю, как передать на видео. Но вот постаралась, по крайней мере. Я надеюсь, вам он понравился. Напишите, пожалуйста, под видео, как вам такой дизайн. Я надеюсь, вам это запало в душу. Ставьте тому видео пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на меня в других соцсетях. Ссылки в описании. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!